В нашей стране продолжается работа над целым рядом перспективных вооружений. Так завершаются испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон». Они подтвердили свои уникальные характеристики, отметил президент. Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и используется с высокой эффективностью в зоне проведения специальной военной операции, подчеркнул Владимир Путин. В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружения, о чём я говорил в послании 2018 года, всё сделано или завершается эта работа. Так гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции. Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в послании 2018 года даже и речи не шло. Но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики. Войска поставлены и первые серийные тяжёлые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве. Работа над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается. И о новых достижениях наших учёных и оружейников мы ещё узнаем. Слова о заинтересованности Вашингтона в договорённостях о стратегической стабильности – это демагогия, подчеркнул Путин. А тема размещения оружия в космосе, которую педалируют на Западе – это обычная уловка, отметил президент. Россия готова к диалогу с Соединёнными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Но вот что хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги, чтобы меня все правильно поняли. В данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги принимают против нас открытые, враждебные действия. Ну и что? Они на полном серьёзе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя. Это можно привести наглядный пример такого лицемерия. В последнее время всё чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это не что иное, как вбросы, это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединённым Штатам. При этом они блокируют наше предложение, которое лежит у них на столе уже более 15 лет. Имею в виду проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который мы подготовили ещё в 2008 году. Реакции-то никакой нет. О чём они говорят вообще непонятно. Поэтому у нас есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей, а якобы заинтересованности в переговорах с нами по вопросам стратегической стабильности, это демагогия. В преддверии президентских выборов США они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром. По тем вопросам, где Америке выгодно договариваться, будем вести с русскими разговоры. А где им невыгодно, там и обсуждать нечего, как они сами говорят, бизнес as usual. Там они будут стремиться нанести нам поражение. Но так, безусловно, им не пойдёт. Наша позиция понятна. Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе. Естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наш национальный интерес и прямо влияют на безопасность нашей страны, безопасность России. Действия США и союзников привели к демонтажу системы европейской безопасности. Нужно работать над новым контуром равной и неделимой безопасности Евразии. Россия готова к диалогу со всеми, кто в этом заинтересован, подчеркнул глава государства. Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычка разжигать по всему миру национальные конфликты, стремиться не просто сдержать наше развитие. Вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить всё, что угодно. По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине. Принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри. Но они просчитались. Это сегодня уже абсолютно очевидная вещь. Мы сейчас столкнулись с твёрдой позицией и решимостью нашего многонационального народа. Наши солдаты и офицеры, христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов, на деле лучше тысячи слов доказали, что вековая сплочённость и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила. Теперь к реакции мировых средств массовой информации на послание президента. Владимир Путин чувствует себя увереннее, чем год назад. Об этом пишет французская Парезьен. Издание уверено, что этому способствовал успех России на Украине. Тему продолжит наш европейский корреспондент Елена Балаева. Она сейчас с нами на прямой связи. Елена, приветствую вас. Да, здравствуйте, Екатерина. Ну, западные средства массовой информации не оставили незамеченного выступления Владимира Путина. Больше всего СМИ на Западе, конечно, привлекло внимание, что касается будущих отношений России и Запада. Ну, вот, например, британские газеты, они, кстати, вели онлайн-трансляцию выступлений, выделяя ключевые, по их мнению, фразы и мысли. Вот из того, что важного разглядела газета «Гарден». Путин предупреждает НАТО о риске ядерной войны в своем главном обращении к российскому парламенту, пишет «Гарден». То же самое, ту же тему в заголовок выносит и газета «Таймс». Сейчас этот материал у них висит на сайте. Этот заголовок в «Таймс» звучит так. «Россия защитит себя с помощью ядерного оружия». Вот еще цитата из «Гарден». «Запад» из речи Путина. «Запад предпринимает попытки нас уничтожить и сдержать наше развитие». Газеты, конечно же, на Западе обращают внимание на заявления Путина о том, как вообще в целом Россия меняет и собирается менять свою внешнюю политику. После долгих лет сотрудничества с западными странами, как отмечает телеграф, Путин сегодня объявил, что Россия выводит на первый план усиление связи отношений с арабскими странами и со странами Латинской Америки. Телеграф, который, кстати, тоже вела онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина, тоже ключевой для себя ставит тему отношений России и Запада. Вот заголовок из телеграфа. «Путин хладнокровно предостерег Запад о том, что Россия тоже есть оружие, которым она может ударить по западным территориям. Но при этом, как пишет телеграф российский президент, оговорился, что именно Запад старается тянуть Россию в гонку вооружений». Та же газета дает еще одну цитату из выступления российского лидера о том, что обвинение Запада, что Россия готовится напасть на Европу, это нонсенс. Деловая газета Financial Times выделила слова Владимира Путина о том, что поддержка Западом Украины рискует спровоцировать глобальную войну. Газета пишет, что, по словам российского президента, вернее, российский президент выразил самую явную угрозу применения ядерного оружия с тех пор, как отдал приказ о введении войск на Украину два года назад. Но вот Times отмечает, что Путин выступает с обращением на фоне успехов России на украинском фронте, где украинские силы терпят поражение из-за нехватки оружия, которые перестали поставлять им Штаты под нажимом республиканцев в Конгрессе США. Та же газета Times напоминает своим читателям, что выступление российского президента проходит за две недели до президентских выборов в России, которые, как пишет Times, Путин практически гарантированно выиграет. Ну, действительно, вы упомянули уже французскую газету Parisien. Она сегодня написала, что Путин чувствует себя увереннее, чем год назад. И газета Parisien считает, что этому способствовал успех России на Украине. Елена. Елена, спасибо. Наш европейский корреспондент Елена Балаева о том, что западные СМИ отметили в послании российского президента федеральному собранию. И далее к одной из самых резонансных международных тем. Реакции на заявление президента Франции о возможной отправке западных войск на украинскую территорию. Премьер-министр Франции Габриэль Аталь на заседании Сената страны попытался защитить Эммануэля Макрона, которого западные страны за это заявление подвергли жесткой критике. Аталь попытался смягчить формулировку. Военные, отправку которых на Украину не исключил президент Макрон, могли бы, по словам премьера, обеспечивать безопасность украинских границ или заниматься обучением украинских военнослужащих. И сейчас с нами на прямой связи наш европейский корреспондент Сергей Курухтин. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте, Екатерина. Да, ждем от вас подробности развития этой темы. Да, ну как вы уже сказали, Габриэль Аталь и до этого министр иностранных дел Сежурне пытаются расшифровать заявление Макрона, тем самым показывая, что если войска там и окажутся, то прежде всего не для того, чтобы участвовать в военных действиях, а для того, чтобы оказывать поддержку военным Украинам, военным Украине, обучая их тем или иным вооружениям, или занимаясь производством оружием, или, как вы уже, например, сказали, защита границ Украины, имеется в виду защита границ Украины с Белоруссией. Вот именно там, считают некоторые эксперты, возможно размещение, например, западных войск. Также говорится о киберугрозах и подобного рода опасностях для Украины. Но сейчас, наверное, важно даже сказать следующее. В Европе, так как большинство европейских лидеров четко заявили, что вот этот вопрос сейчас не рассматривается и на повестке дня не стоит об отправлении войск НАТО на Украину, то, соответственно, больше всего сейчас дискуссия идет не столько о том, так это или не так, насколько реальна эта возможность, а о том, вообще, зачем Макрон это сделал. Почему он вдруг сделал такое яркое заявление, которое явно не было согласовано во время конференции, которую, я напомню, Макрон организовал у себя в Париже. И не получив там никакого подтверждения подобного рода идеям, он, тем не менее, ее огласил во время пресс-конференции. И вот ответ на этот вопрос, ну, он, в принципе, во всех европейских СМИ более или менее одинаковый, но и более четко его формулируют немецкие средства массовой информации. Так, например, Тагис Шау говорит, заголовок гласит следующее. Заявление Макрона – это чисто отвлекающая тактика. Он хочет скрыть свою собственную слабость, потому что Франция занимает одно из последних мест сейчас в списке стран, которые помогают Украине, особенно на фоне того, что делают другие страны. И именно в Германии сейчас средства массовой информации говорят о том, что помощь Германии, которую она оказывает, очень оказывает серьезное воздействие на финансовое состояние Германии. Мы знаем, что сейчас есть очень большие проблемы в Германии и с бюджетом, и с уровнем нынешней жизни, но Германия, несмотря на это, не уменьшает помощь, наоборот, увеличивает помощь в поставках вооружения Украине. И призывает то же самое делать Францию. И, как пишут немецкие СМИ, вместо этих заявлений Франция лучше бы отправляла больше оружия. Но, пишет, например, опять Тагис Шау, Франция сейчас не может себе этого просто позволить, потому что у Франции сейчас государственный долг – это почти 100% от производства ВВП, и поэтому даже обещанные 3 миллиарда, о которых говорил Макрон некоторое время тому назад, не факт, что они смогут Украине выделить. И вот, чтобы закрыть вот эти недостатки в поставках вооружения, как считают в Германии, Макрон и делает эти заявления, тем самым вызывая как бы на дискуссию канцлера Германии Олафа Шольца, так как Шольц четко говорит о том, что нужно увеличивать поставки вооружения и не нужно говорить об отправке войск. Шольц специально вчера накануне сделал видеообращение даже, в котором заявил, что Германия не планирует посылать своих солдат на Украину. Так вот, как бы Макрон тем самым говорит Шольцу, вот вы говорите о вооружениях, а давайте с вами подискутируем, рассмотрим вопрос о том, чтобы туда отправить солдат. Может быть, вот именно это сейчас нужно Украине, тем самым отвлекая от тех проблем, которые есть у Франции с поставками вооружения на Украину. И еще есть позиция, конечно, министра обороны Франции, Ле Корню, который, когда немцы сравнивают уровни поставок вооружения Франции и Германии, Ле Корню на это отвечает, что не надо сравнивать яблоки с апельсинами. То есть, да, мы поставляем меньше, но гораздо более качественное вооружение. Ну, это тема для большой длинной дискуссии. Поэтому основное, к чему приходит, к какому выводу сейчас европейские средства массовой информации, это попытка Макрона решить свои собственные проблемы и восстановить свой статус одного из, если не единственного, реального лидера Европейского Союза и НАТО в том числе. Но при всем при этом, конечно, нельзя не заметить, что вот это заявление Макрона, возможно, рассматривается некоторыми странами как реальное. И вот об этом также, безусловно, эксперты в Европе говорят и об этом пишут средства массовой информации. В частности, немецкое агентство ДПА информационное приводит слова представителя Министерства обороны Латвии, отвечая на запрос корреспондента ДПА, представитель Министерства обороны Латвии заявил, что Латвия принципиально не против размещения западных войск на Украине. Латвия рассматривает множество вариантов для усиления поддержки Украины. И если союзники по НАТО согласятся на отправку войск, то Латвия рассмотрит возможность своего участия. И вот эти заявления в минимальном размере, но сейчас также звучат в Европе. Ну и к тому же многие средства массовой информации напоминают о том, что определенные западные солдаты и не только спецназовцы, но и солдаты уже сейчас на Украине находятся и помогают в программировании средств ПВО и еще целого ряда решений военных, которые украинские военные с чем справиться не могут. Да, Сергей, спасибо. Наш европейский корреспондент Сергей Курохтин. Заявление Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал опасными. По его словам, наши западные партнеры с одной стороны предсказуемы, но с другой стороны они, к сожалению, начинают обсуждать такие темы, как прямое направление воинских контингентов на Украину, которые могут нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям, сказал Дмитрий Песков. Редактор субтитров А.Семкин